День города, Красноярск! Пошагали! Вы посмотрите, какие у него носки, ребята! Смотри, девушка помогает твоему парню крутить гайки. Ребята отжигают, просто нереально. Народу дофига. Вот сзади, посмотрите, сколько людей. Видите, это было освещение, которое упало. Ребята, всем привет! Сегодня день города. Я заехал за офигенными пацанами. И сегодня будет... Модофристайл? Да. Ну, а это вот чувак с Москвы, он ведущий. Комментатор. Комментатор. Сейчас подгребут остальные мотофристайлеры. К итальянцу не приехала сумка с запчастями, к сожалению. Вот ждем ее сегодня. А он сам-то приехал? Сам-то, да, даже с подругой. Но запчасти нет. О, черт побери. Безопасность прежде всего, да? Нет. Все, самое главное проверить. Прыгали прямо в проливной. А, был такой опыт? Был, конечно, да. Это никакая была не необходимость. Просто-напросто, представь себе, в такую непогоду стояла целая площадь людей. Я количество зрителей не помню, слушай, ну, около, ну, больше трех тысяч точно. Они стояли с зонтами и без зонтов и ждали. Короче, нельзя было упасть в грязь лицом. Ну, слушай, типа того, наверное, можно так назвать. То есть мы решили попробовать, выехали, но это прямо в проливной, это люто. Прям это вообще. Вот такой гаражик у ребят, импровизированный, с импровизированный. А, тут как в бане будет скоро. Короче, ребята сегодня будут отжигать как надо. Вечером основное событие, день города. Ну, а сейчас у них должны подъехать инвалиды, и это будет мототерапия. Посмотрим, как это выглядит. Ребята занимаются благотворительностью. Это хороший поступок. Вот эта штука собирается, как я понимаю. Кто, вы ее сами собираете обратно? Да. Это куча просто металла. Саня, короче, одевайся, хватит болтать. Сейчас тебе расскажу, как подъезжать. Там вторая в набор, все поймешь, прыгнешь, наверное, куда надо. Так, ребят, ну реально, я пошел переодеваться. Сейчас будет пробный прыжок. Это будет просто отвал башки. Ну, а я, ребята, пока залезу в тачку и сделаю мини-осмотр. Ну, смотрите, здесь есть спальник. Это уже плюс. Куча рандучков, бардачков, удобно. Ну, и это у нас дав. Я думаю, надежная тачка. У меня дукатик был, тоже очень хорошее точило. Ну, блин, классно так. Это что получается в Кубок Сибири? Кубок Сибири, а? В 12 часов будет. Ну, где-то минуту, наверное, пол первого. А Краснояр сколько представляет? Трое человек. Три человека? Ну-ка, мы как хозяева можем больше выставлять. Ты будешь? Я организатор турнира. Я уже в свое время от выступал. Уже старенький. Я понял. Ну, хотя молодым тоже еще могу жару дать. Особенно вот в этом движении. Самая коронка, мое любимое движение. Приседания. Михаил Когляев ведущий будет. А, он будет, да? Да, да. Здоровый такой чувачок. Ну, он сейчас уже не такой здоровый. Он сейчас готовится же с Эмилианинком к бою. С Александром Эмилианинком. Да? Да? Не в курсе? Нет. Ну, вот. С Александром Эмилианинком готовится к бою. У них осенью должен быть бой. Сюда даже приехали, короче, итальянцы. Как этого итальянца зовут? Матео Патеон. Матео Патеон. Патеон. Такая рифма. Короче, кто он у нас? Патео. Матео Патеон, это... Патеон или Патеон? Патеон. А, от флоу Батон. Батон, окей. Вот ребята репетируют. Что будете петь? Много разной музыки. Оказывается, вечером надо играть рок. Звонить, мы на песню не знаем. Рок? А вы что поете? Фопсу, что ли? Серег, что поем? Виктора Соя? Нет, мы поем. Да мы все поем. Рок. А как называется группа? Джаггер. Джаггер. А вы откуда? Сказать. О, а я вас не знаю. Будем знакомы. Будем. Ну вот, чуваки уже одели свое обмундирование. Вы посмотрите, какие у него носки, ребята. Эти носки дают просто... Лучше, лучше, лучше. Сколько они дают тебе форы? 50% наверное? Нет, пожалуй, больше, чем 100%. Я думаю, это просто все носки. Все носки тебе. Ты делал волшебных носков. Да, да. Антоха, ты, наверное, тоже ни хрена делать не умеешь? У тебя тоже есть волшебные носки. Нет, у меня даже носков нет. Что за шлем у тебя? Шои. Шои? Да. Тяжелый? Старая модель, да нет. Сколько он? 1,2? 1,3? Ну, там, в зависимости от размера. У меня эска просто, башка маленькая, поэтому весит он там порядка 1,5 кг. Ребята уже у Антохи требуют деньги за выступление, хотя они еще не отпрыгали. Говорю, где бабки? Нас атакуют с неба парашютисты. Вот ребята подтягиваются, их становится все больше. Посмотрите, какие они здоровые. Прямо вообще русские богатыри. Самое главное, когда ребята будут начинать свои тренировки, главное требование, обязательно, чтобы была, вообще музыка огонь, чтобы была скорая помощь. Скорая уже приехала, видите, да? А пацаны сейчас начнут надувать подушку в безопасности. Вот здесь ребята приземляются примерно в этом месте. Но бывали случаи, что приземлялись дальше. Примерно выглядит вот так. Ну и здесь надувная такая подушка, на всякий случай. В общем, эта тема очень прикольная. Но очень опасная. И очень ответственная. Давайте посмотрим, как ребята будут прыгать. Подушка безопасности уже надута. Ребята будут скоро жечь. Ну что, братан, ты готов? Поехали! Маленько покатаюсь, поскольку оборудование хоть всегда одинаковое, да? Вот сейчас расстояние чуть-чуть короче и маленечко все по-другому. Вот. А так все круто и жарковато, конечно. Ты вкатился? Ну, сейчас, да. Хочу еще просто повторить для себя, потренироваться. А итальянец будет прыгать? Чего они прыгают? Да, у меня же сумка потерялась в аэропорту. Обещают привезти днем. А что там у нее? Запчасти. Они приезжаются с моим. У нас мотик для них. Здесь найденный в аренду. А они привезут с собой подвеску, вилку, амроза. А, я понял. И что, малек, все. Если что, я чувствую, все-таки хоть регулярно тренируюсь, спал. Видимо, из-за того, что из-за перелета, я прям такой сонный. Акклиматизация. Да. Я отпускаю мотик, а у меня, знаешь, не то, что нет контроля, а наоборот, как будто это. Замедленно такой. Смотри, девушка помогает своему парню крутить гайки. Где вы такое увидите? Ребята потренировались. Все основное будет в 9 часов. Будет вечером шоу. Тут ребята начинают прыгать. Будем что-то делать. Сжечь. Первый еще раз попробуем. Непровизировать, как обычно. Ребята тоже тренируются, отрабатывают свои приемчики. Что, вы не можете допрыгнуть? Не можем. Вам показать, как это делать. Шутка. Мы едем, короче, на день города, и тут в машине у нас в такси прокачивается музыка. Короче, тут в полном разгаре движуха. Скоро пацаны выступают. Да пока просто прыгают, ребята, на батутах. Триал. Морода просто много. Автономка просто офигенная. Я думаю, что теряйте и пришлось. Надо погребать и всем подсчищать. Появляйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Любимый трюк вы. Двигаемся дальше. Следующий парень, который поднимается на это приземление, это... Атон Смирнов! Вы его знаете нормально. Итак, это один из первых спортсменов в дисциплине в Кристалл Модокросс. Первый атлет Российской Федерации готовый, а участвует по Кристалл в Сноукроссе. Первый, кто сделал флип на снегоходе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дружище, ребята, офига. Просто нереально. Народу дофига. Вот сзади посмотрите, сколько людей. И всем очень нравится. Ну, прям вообще огонь. Видите, это было освещение, которое упало. И сейчас ребята обсуждают, какую проблему. Нету света. Если нету света, то прыгать опасно. Соответственно, сейчас идет брифинг и решают, что делать. Прыгать будем или не будем прыгать? Ну, а на самом деле проблема-то серьезная. Ничего не видно. Уже темно. Но организаторы сильно не наезжают. Но тем не менее пацаны хотят на полную, на 100% отработать. Я вам хочу сказать, что ребята очень ответственные. Но прыгать, когда темно, это реально опасно. То есть, как бы они это не обсуждали, но мы сейчас посмотрим, что они решат. Короче, ребята решили ехать. Аккуратнее, аккуратнее. У каждого, у них свой ангел-хранитель. Надеюсь, он им поможет. И все будет хорошо. Ребята просто на разрыв. К ним теперь не подойти. Это звезды. Наконец-то фанаты оставили в покое Антоху. И к нему смогли подойти наши снежные приисковские леди. Я вообще удивился, когда мне Саня за это что сказал. Ответим. Что ты им рассказываешь? Да про Саню. Какой ты крутой. Потому что я никак не могу найти его. Мать, вот так. Где ты есть, Саня? Вот он. Вот он наш капитан. С папиросой. Красава. Не, а было весело прям вообще. Очень круто. Я давненько не видел, чтобы так люди реагировали. Красноярск, огонь, вообще мощь. Фан, фан. Мощь прям, блин. Мне очень кайфово. И ребята молодцы. Несмотря на то, что сегодня побило все ураганом. Сделали шоу и прям подарили колоссальные эмоции всем ребятам, которые пришли на День города. Вообще класс. Ребята, у нас становится очень жарко. Очень-очень жарко. День города, Красноярск. Ну и как завершение любой вечеринки у нас салют. Ребята, с днем города. Красноярск. После салюта уже никого нет. Все разошлись. И теперь остается самое сложное. Овации закончились. Все фанаты разбежались. А ты должен вкалывать. Ты должен работать. Эту бандурину в 600 килограмм надо сейчас разобрать. Подушечку сдуть. И сам трамплин тоже надо разбирать. Сейчас разбирается трамплин. И на этом, ребятки, мы заканчиваем нашу трансляцию. И я вам говорю, пошагали. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok